Нашего Господа мы сегодня с вами будем рассуждать над Словом Божьим и иметь время, когда мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. Основанием сегодня нашего размышления из Слова Божьего будет молитва нашего Господа Иисуса Христа, которую Он учил нас, христиан, чтобы мы так же молились, как и Он научил нас. И вот в молитве «Отче наш» мы ее прочитаем всю. Есть очень важные слова для нас, научающие. Он учит, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». То есть подчеркивается в этой молитве очень важное положение прошения, как мы обращаемся к Господу. Вы знаете, я некоторым уже дал информацию, такой рассказ такой, как было однажды с Людовиком VI и королем неаполитанским, который посетил его во Франции, в Тулоне, где Людовик показал королю галеры и пленные, которые были у него на галере, там узники, которые были наказаны, и они находились в этом сложном положении. Вообще очень многие люди на галерах умирали. То есть они работали, как рабы, прикованные к веслу. Это было страшное наказание, и жизнь на этом заканчивалась. Их там многие погибали. А если, когда шел бой, они гребли, если били их вниз, то они первые тонули. И вот гребцы были из числа осужденных, пленных, преступников. Это было тяжкое наказание. Король, которому Людовик разрешил совершить, так сказать, посещение, он дал ему право кого-либо из них освободить, если он захочет. И король на одной из галер стал расспрашивать, за что попали люди сюда. Вы знаете, обычно люди сразу начинают находить себе оправдание. Есть возможность оправдаться. Суд их отсудил, и суд их не принял слова, и, может быть, их не оправдание, которое они говорили. Вот теперь хоть перед королем можно было оправдаться. И посыпались жалобы, нарекания, на несправедливость суда, на ложные обвинения, на то, что они несчастные, их подставили, и вот их беда в этом. Каждый себя оправдывал, при этом осуждая других. Виноваты судьи, виноваты люди. Вот они так сделали, вот то и то совершили. Да и правители такие. Мы так привыкли всегда поступать. Только один молодой человек стоял прикованный к своему веслу молча, не говоря ни слова. И это привлекло внимание этого короля неаполитанского. Он сказал ему, а что же ты ничего не говоришь в свое оправдание? Ну, он сказал, мне нечем оправдываться и не в чем. Я сделал много зла, и я теперь справедливо несу наказание. То есть наказание, оно достойное. Я сделал зло, и наказание мне идет. Когда выслушал это король, то он в негодовании сказал, как это может быть, чтобы такой злодей, подлец, мерзавец мог находиться среди таких порядочных людей? Я приказываю немедленно снять с него оковы и выгнать его вон, дабы он из этих невинных людей не сделал злых, таких же, как он, и они чтоб не развратились. Цепи были сняты, обвинявший себя, человек был отпущен на свободу. Все оправдывающие себя остались на галерах. Так же поступает Бог по отношению каждого грешника в этом мире. Кто признает свою вину и искренне ее исповедует, и кается в ней, и оставляет грех, то Бог его прощает. А кто не признает себя грешником, того Бог обязательно осудит. Господь милует раскающегося грешника не так, как мы. Мы как прощаем? Мы говорим, я тебя простил, чтобы ты на моих глазах не появлялся больше. Это не прощение, это подобие его. Господь прощает прощенную им, и кого он простил, он уже и греха ему не вспоминает. Так и наша христианская победа состоит не в отмщении, но в прощении, в добродетели. Поэтому сегодня тема будет наше размышление и Слово Божие, как нам получить прощение грехов. Что для этого нужно? И основание будет 6 глава Матфея, 12 стих из этой молитвы Господа. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прости нам долги наши. Вы знаете, очень важный момент. Мы прочитали молитву саму, и мы отметили, что Господь здесь дает нам некоторые просьбы. Но заметьте, что просьба о физическом, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, одна. А вот о духовном две просьбы. Это «прости нам долги наши и не введи нас в искушение». Духовное более физическое. К сожалению, так как мы живем в этом физическом мире, мы привыкаем, что все, что здесь вокруг нас есть, оно для нас становится как бы главным, но оно второстепенно. Это очень важно понять. Только рожденному свыше Бог открывает эту истину, что все в этом мире, физическое, второстепенно, почему? Весь мир и все дела его, и все его прелести, обольщения, и все его ценности, которые есть, однажды будут уничтожены. Написано в Библии, дела и земля, и все, что на ней сгорит, будет день, когда Господь придет, все это материально исчезнет. Почему? Господь часто напоминал тем, кто шли за ним и ученикам своим, чтобы они не отдавали приоритета материальному. Материальное, оно имеет власть над человеком, к сожалению, и люди очень много связаны. Заметьте, что весь мир сегодня погрязший. Вот сестра приехала с Украины, она сказала, говорит, интересно, что вроде как мы слышим, что там верующие, верующие, говорит, там такие же материалисты, как и здесь. Точно такие же. И у людей, при всех их религиозных взглядах, на первом месте деньги. Деньги, 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 богатство, устройство, жизнь для плоти, плоти эту лелеет ей, покупать, приобретать, доставать, все для нее. Духовному отдается в пять минут. Материальному все остальные часы и время. Вот такая проблема. Поэтому Господь делает акцент более на духовном, нежели на физическом. Душа живет вечно, а тело временно. Вы заметьте, душа, она вечная. И хотим мы того или нет, тело однажды уйдет в землю. Господь сказал, из земли взят в землю и уйдешь. Но душа будет жить вечно. Луки 12 глава, 4 стих. Иисус здесь говорит очень важные слова. Он говорит, говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Тело убить могут, да. Его похоронят в земле. Но заметьте, он дальше объясняет, что по убиении вы можете оказаться перед тем, который есть праведный судья. Душа, она вечна. Верите вы в это или нет? Нравится вам это или нет? Для многих людей, когда они умирают, самое страшное настаёт тогда, когда они предстают пред Творцом. И они видят Его, и они в ужасе смотрят. Ах, я же не верил, не знал. А это не изменит сущности. Мы не можем повернуть своим верием, не верием, солнце вспять, изменить времена года. У нас нет этой силы. Мы зависим от того, что создал Бог. Поэтому огромная угроза падения в материализм, когда физическое становится выше и главнее духовного, это печально, это угроза. Поэтому смотрите, как Христос дал ответ. Он как бы показал, что духовное выше материального. Здесь же в Луки, 12 главе, 15 стиха мы читаем. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Дьявол подносит эту идею, и люди думают, что будет хорошо, когда у меня будет всё. Заметьте, что большей частью люди, которые в нужде, они от Бога зависят, и они более благословенны. Нежели человек, имеющий всё, он просто теряется, он становится слабым, пустым, и он становится рабом материализма. Он говорит, не зависит от изобилия имения жизни человека, не зависит, обман дьявола, ты будешь богат, ты будешь счастлив, не будешь. Ни один богат счастливым не стал. Хоть он и имеет успех в этом мире, но тленно и бренно всё, и он показал прищу здесь Христосу. Он говорит, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, да вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, всё добро моё, и скажу, душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища не для себя, а не в Бога богатеет. Сегодня очень многие люди богатеют в себя, и они думают, что вот в этом самом им будет всё хорошо, и всё прекрасно, и они будут этого радостно. Заметьте, как отмечают пол жизни, работает успех там, всё, влаживает силы свои, а потом осталось немножко там дожить, да? Теперь всё, что заработал, тратит на таблетки. А стоит ли это делать? Так оно и получается. Пол жизни стремился достижнуть, всё отдавал, силы, здоровье своё, гробил, чтобы потом пить таблетки и остаток жизни на них быть. Вот безумие человека. Поэтому сказал ученикам своим Христос, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите же на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботясь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то коль ми пачи вас, маловеры, тем более вас, маловеры, и так не ищите, что вам есть, или что пить, или не беспокойтесь об этом, потому что всего этого ищут люди, мило сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, то есть Он о вас заботится и благословит. На и паче, то есть вперед всего, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. На учение Иисуса Христа серьезно. Хлеб наш насущный, мы просим, но без прощения грехов кусок встанет в горле. Человек не может питаться тем, что ему нужно. То есть без прощения грехов, без мира с Богом, ничего хлеб нам дать не может. Хлеб может утолить голод физически, но только прощение грехов может удовлетворять совесть и успокаивать душу, и дать человеку мир, который очень важен. Смотрите, в свое время Господь через Моисея учил Израиль, в 8 главе Второзакония, 2-й, 3-й стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Бог смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которые не знали ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Глупость людей является в том, что они на первое место ставят материальные блага и не радеют о благодати Божией, и не жаждут прощения грехов и духовной жизни. Они думают, что хлеб насущным поможет и в вечной жизни. Нет. Только здесь и только до гроба. Когда человек умирает, он с собой ничего взять не может в вечность. Луки, когда мы читаем притчу о богаче и Лазаре, то здесь Господь показал два стиха, 19 и 23. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру, и весон, и каждый день пишет слово блистательно». Смотрите, Писание говорит, он жил богато, он жил успешно в этом мире. И вот 23 стих. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Это серьезное предупреждение. Да, ты получил успех в этой жизни, ты получил богатство, но ты оказался в аде. Это приводит туда, в погибель. Это очень важно. Итак, будем просить Бога, как нам Писание учит, чтобы Он сохранил нас от плена потребительства, от плена материализма, чтобы Он научил нас зависеть от Бога. Действительно, молитва Господня очень многому учит. Мы видим, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Из этих слов мы с вами увидим четыре шага, как получить прощение. Во-первых, это признание долга. Во-вторых, это исповедание долга. В-третьих, это прошение о прощении долга и условия для прощения нашего долга, которые Господь показал нам в этой молитве. Итак, давайте мы подетально, шаг за шагом, проходя, будем исследовать Писание. Итак, признание долга. Грех назван долгом. Почему? Каждое творение должно быть абсолютно послушно Творцу. Создатель, образователь неба и земли, Он вложил в каждое сердце свой закон. Даже язычники, которые не слышат Евангелие, они виновны перед Богом, если не исполняют закон. Он вписал в сердце, в каждом сердце. И совесть человека говорит ему об этом. Каждый человек знает, его совесть обличает, оно показывает ему, что он поступает неправильно, но он все равно поступает так, как ему хочется. Поэтому неуплата по обязательству это долг. Каждый человек должен повиноваться Творцу, каждый человек должен любить Творца и каждый человек зависит от Творца. Но люди в грехах своих противостоят ему. И хотя Господь дарует грешнику отсрочку на какое-то время, но в то же время тот остается приговоренным к вечной смерти и аду, если этот долг не будет прощен. Вы понимаете? Если не будет прощен долг, то человек, если он перешел в таком состоянии в вечность, он окажется в аду. О чем мы с вами и прочитаем в Луки 11,4. Опять же молитва здесь, смотрите, Иисус говорит в молитве, уча их, просите так, прости нам грехи наши, ибо и мы прощаемся всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Почему грех есть тяжкий долг? Почему он является такой тяжелый? Потому что Иисус Христос показывает, как мы виноваты перед ним, перед Богом. Он показывает это в притче или в рассказе о том, как царь захотелся считаться со своим должником. Матфея, 18 глава, 23 стиха. Мы читаем несколько стихов. «Посему царство небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». Это невообразимая сумма, это огромное количество. То есть ни один человек за свою жизнь не может даже близко подобного ничего заработать. При всех желаниях, понимаете? То есть вот это указание, которое Господь сделал, чтобы мы понимали, насколько велика вина каждого человека перед Богом. И как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его, жену его, детей его и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Заметьте, что через Адама каждый житель земли является банкротом. Адам передал нам ничего, кроме греха. Он передал грех. Он нам ничего не дал. Он был праведен от начала, Бог его так создал. Но согрешив, пойдя против Бога, он передал нам только грех. Мы банкроты перед Богом. Каждый. Все наши добрые дела, мы думаем, что мы добрыми делами можем заслужить что-то расположению Бога. Вы знаете, в каждое самое доброе дело подмешан грех, потому что мы грешники. Грех худший долг, так как направлен против безграничного величия Творца. Грех – это зло, причиненное Богу в первую очередь. Грешник не только свергает Бога с трона своей жизни, но лишает титула Бога в своей жизни. То есть, он имеет пред Ним безмерный долг, он унижает Творца. Грех – страшный долг. Знаете почему? Он умножается. Он не остается в одном положении, он все время растет больше и больше. Псалом 39, 13 стих, Псалом Матвевец говорит, «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове мое, сердце мое оставило меня». Они растут, они умножаются. Каждая тщеславная мысль является грехом пред Богом. Люди обычно говорят, ну, вы знаете, я же не убил никого, я не украл, я не насильник, я не прелюбодея, я хороший, порядочный человек. Но, вы знаете, Писание говорит, извините, Бог не градирует грехи, как мы, как люди. Вы знаете, убить – это страшно. А вот подумать о другом человеке плохо – это не страшно. А нет, у Бога не так. Вы смотрите, притчи 24, 9. «Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей». Помысел глупости. Помысел, вы представляете, обычная мысль, и уже человек грешный. За одну мысль, не за дело, не за слово, за одну мысль человек уже достоин ада. Да, так смотрит на это Бог. Вся жизнь человека заполнена грехами. Давайте посмотрим, Бытие 6, 6 глава, 5 стих. Здесь повествует нам Слово Божие. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот почему мы имеем величайший долг перед Творцом. Мысли, помышления, грех пред Богом. Мы даже представить себе не можем, как много мы должны Богу за грехи наши. Наша вина велика, не соизмерима ни с чем. Грех – худший долг в двух отношениях. Во-первых, его невозможно отрицать. Как бы человек не говорил, что он не согрешил, Библия ясно говорит, что согрешил и виноват пред Богом, и виноват серьезно. 49-й Псалом, 21-й стих. Бог говорит, «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои». Бог обязательно вскрывает грех человека. Он не сегодня, не завтра, придет время, даже многие, которые сегодня грешат в этом мире и не каются, и не смиряются, будет день суда, когда Бог покажет все грехи. Ох, будет страшное время. И, во-вторых, от него невозможно самому избавиться. Сам по себе человек не может избавиться от греха. У него нет такой силы, у него нет возможности. Божья справедливость обязательно накажет человека. И Божья справедливость, она является, от нее спастись человек не может, если человек не спасется во Христе. Ио в 10 глава, 7 стих написано, «Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей». Вы заметьте, от руки Божьей никто не может избавиться. Смерть должника даже не избавит его от воздаяния за грех. Ну, человек думает, а я умер и все, я грешил, грешил и помер. Ну, так ты пристанешь предвещенным творцом, и он воздаст. Только смерть поручителя оплачивает долг грешника. Это смерть Иисуса Христа. Человек может спрятаться от людей, он способен, он убегает, он может хитрить, он может что-то делать такое, что как бы скрывает его дела, но Библия ясно говорит, что от Бога невозможно скрыться. Он видит все, и он знает все. В 138-м псалме, 7-й, 9-й и 10-й стихи здесь написано так. Давид говорит, «Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Возьму ли крылья зари и переселюсь ли на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя, Бог вездесущий. Он видит все. Грех наихудший долг. В случае неуплаты человек будет вечно в аду». Почему Библия говорит, что мы должны иметь покаяние? Почему нам нужно покаяние? Почему нам спасение? Потому что мы имеем характер плохих должников. Плохой должник не любит, когда его призывают к отчету. Библия ясно говорит об этом. Римлянам, 14 глава, здесь в 12 стихе в свое время Павел записал такие слова. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Во-вторых, плохой должник не желает признавать свой долг. Мы стремимся оправдать свой долг, чем сознаться в нем. Мы стремимся как бы выгородить себя. Но Писание ясно говорит, лучше сознаться. Мы прочитаем 1-й отца с 15-го глава, с 19-го стиха по 21-й. Когда Самуил пришел, а Саул взял и не исполнил Слово Божие, он его начал обличать, сказал, «Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу». Вот оно оправдание. «Я послушался Глаза Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь и привел Агага, царя Амальгитийского, и Амалика истребил. Народ же из добычи из овец и волу взял лучшее из заклятого для приношения Господу Богу Твоему в Галгале». Вот так пытался оправдаться Саул. И Бог его отверг. И Бог его отверг. Плохой должник склонен ненавидеть своего кредитора. Даже желает смерти ему. Так часто и бывает. Так нечестивцы ненавидят Бога справедливого судью. Они крайние Богоненавистники. Как же нам поступать в этой ситуации? Давайте мы применим услышанные истины в жизни своей. Во-первых, когда человек не кается в грехах, а их накапливает, он получит полное воздаяние за свои грехи, обрушит его Бог. Поэтому мы должны каждый раз исповедовать свой грех. Согрешившие исповедуемся, отказываемся от греха. Это очень важно. У Бога есть обвинительный акт против всех грехов наших. Библия говорит, не мстите за себя возлюбленные Римлянам 12,19. Но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Бог воздаяния. Если грех является долгом, то давайте же будем смиренными перед Богом, будем терпеть, будем трепетать, будем стыдиться пред Богом, умоляя судью нашего о помиловании, чтобы он дал нам покаяние. Мы имеем множество духовных долгов перед Богом. Да, откроет он наши сердца и даст покаяние в грехах и обновит наши отношения с ним через кровь Иисуса Христа, через милосердное явление в смерти и воскресении Господа. Теперь мы посмотрим второй шаг. Исповедание долга и прости нам долги наши. Мы исповедовать его должны. Давайте признаем наш долг перед Богом, что мы достойны ада за грехи свои. Признанием мы воздаем славу Вседержителю. Когда Ахан согрешил, то Иисус Навин призвал его и сказал 7.19 Иисуса Навина Тогда Иисус сказал Ахану Сын мой воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви Мне что ты сделал не скрой от Меня. Исповедовав свой грех человек получает от Бога и помилование. Скажите Богу, что Он будет справедлив наказывая нас воздавая нам за наши грехи. Он справедлив, Он имеет полное право наказывать нас за наши грехи. Когда мы грешим, когда мы приступаем его волю. Иоанна 1 послание 1 глава 9 стих Здесь Иоанн говорит Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Признайте свой долг. Признайте свои грехи пред Богом. Бог вычеркивает их из своей книги. Это важное положение. Это происходит постоянно, когда мы исповедуемся. Псалом 31, 5 стих. Псалом 31 говорит «Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Давайте прилагать все усилия в вере, чтобы уплатить свои долги духовные с помощью Христа Поручителя». Мы не можем сами это сделать, но Христос это может. Мы должны довериться Ему, что Он искупает нас. Скажите Богу, «Господь, будь терпелив ко мне, и Христос все уплатит тебе. Он заплатил огромную цену кровью Своей. Вот почему так ценно жертва Иисуса Христа для верующего». Завет дел Ветхого Завета не признает поручительство, он требует личного послушания. Евангелие отличается в этом радикально. Она дает нам привилегию, нам нечем платить, но Бог принимает плату поручителя Христа Распитого и Воскресшего. Его плата покрывает жертвою Своей все грехи верующего в Него. Верьте в кровь Господа, и тогда ваш долг уплачен сыной Его жертвы. Исайя 53 глава 6 и 11 стихи написано «Все мы блуждали, как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него все грехи наши, грехи всех нас на Него». И дальше написано «На подвиг души Своей Христос будет смотреть с довольством через познание Его Он. Праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Бог оправдывает во Христе Иисусе кающегося грешника. Он снимает раз и навсегда все проблемы с Его души. Давайте мы применим эти истины к нашей жизни. Исповедуем свои долги, грехи Богу. Признаться пред Ним в своих падениях это очень важно. И когда мы признаемся, не оправдывая себя, то мы получаем помилование и благословение. Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Это слава Божья. Это важно понять. Не справедливость человеческая определяет, что хорошо, что плохо, а Бог, и только Бог, это важно помнить. Поэтому доверяйте поручителю, который умер за верующего в Него. Полностью положитесь на Его дело, на Его жертву. Жертва Христа оправдывает верующего. На Его кровь святую. Отец любит сына своего и принял Его поручительскую работу. Его труд за всякого, кто Ему доверяется. Кровь Иисуса Христа покрывает и омывает любого, кто приходит к Нему в вере и с покаянием. Теперь мы посмотрим на третий шаг. Это ходатайство о прощении долга. Конечно же, мы должны просить. Мы видим, Христос говорит молитесь и прости нам долги наши. То есть молитесь, действуйте, не молчите, взывайте, кричите. Спаситель учит нас молиться о прощении грехов. Прощение грехов это благословение первостепенной важности в жизни. Не хлеб насущный, не наше физическое здоровье, не благосостояние, именно свобода души от бремени греха является самой важной. И это самая главная милость, которую дарит нам Бог. Из Икииля в пророке написано 36 главе 25 стихом. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу». Бог говорит, «Я окроплю». Нет, вы этого сами не можете. Сколько не мойся человек водою, щелоком, он не может смыть своих грехов. Он может тело помыть, но он не может душу свою отмыть. Только кровь Иисуса Христа омывает душу. Когда Бог прощает, то ничто не остановит его, чтобы принять душу. Господь усыновит, Господь осветит и увенчает душу прощенного. Что же есть такое прощение грехов? Это когда Бог проходит мимо греха, стирая ваши долги и дарует вам освобождение. Михея 7 глава 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать». Через пророка Бог открывает величие сердца своего, насколько оно огромно, насколько он велик в милости. Бог прощающий беззаконие, он единый, кто может простить и помиловать. И он уплатил цену, это величие его справедливости. Люди требуют справедливости, но поймите, по справедливости все должны быть в аду. Каждый человек, живущий на планете Земля, будет в аду по справедливости, потому что справедливость требует воздаяния, спасения, прощения, это сугубая милость. И мы видим здесь, что Бог миловать любит, Он милует, Он прощает, Он снимает. Давайте рассмотрим природу греха. Почему Бог милует и прощает? Во-первых, простить грех, снять беззаконие. Это снять беззаконие с души, душу освободить. Иов 7 глава 21 стих. Здесь так написано, «И зачем бы не простить мне грех и не снять с меня беззаконие моего?» Обращается Иов к Богу. «Ибо вот я лягу в прах, и завтра поищешь меня, и нет меня». Это серьезное заявление, это прошение. Почему бы не снять с меня беззаконие моего? Когда на нас лежит тяжелое бремя греха, то Бог своим прощением освобождает нас от этого греха, освобождает нашу совесть и возлагает этот грех на поручителя Христа. Почему мы вновь и вновь вспоминаем страдания Иисуса Христа? Мы помнить должны. Вот источник очищения, вот источник спасения. Жертва Иисуса Христа. Как через Исаию Господь сказал, Господь возложил на него грехи всех нас. Наши грехи возложены на Христа. Поэтому Он снимает с нас беззаконие. Он Его снимает и перелаживает на Господа. Во-вторых, простить грех это значит покрыть его. Это очень интересная мысль. Псалом 84, 3 стих сказано, «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». Бог покрывает грех, не в смысле, что не видит его. Некоторые думают, что Бог как бы слеп становится и не видит греха, который совершает человек. Или как бы забывает. Нет, Он помнит. Во-первых, Он всезнающий, всепомняющий, всевидящий, всеразумеющий. Он все видит. И от Него ничто скрыться не может. Он не забывает греха, но Он его не употребляет против нас. Он не вспоминает его с целью, чтобы нас вновь и вновь уничижать. Он покрывает грех, не вменяя его в вину нам. То есть, Он полностью его покрыл жертву Христа. В-третьих, простить грех, это вычеркнуть его. Это очень важно. Исайя, 43 глава, 25 стих. Бог говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради семья самого и грехов твоих не помяну. Я изглаживаю твои грехи ради себя». Бог, прощая грехи, вычеркивает долг и проводит красную линию кровью Христовую, поверх долгой, ставит на нем крест в долговой книге. Больше человек не виноват. Больше ему не вменяется этот грех. В-четвертых, простить грех, значит, рассеет, как облако. Знаете, это интересная мысль. Исайя, 44 глава, 23 стих. «И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Тучи мешают нам видеть свет. Вот сегодня мы видим, пришли тучки, и солнца нам не видно. Конечно же, духовный туман грехов также закрывает взор человека от Бога. Он не видит Бога, он не может разуметь, понимать, не видит лица Господа. Но когда Господь рассеивает туман греха, мы начинаем видеть его, мы радуемся в его общении. Его благоволение является нам, и он покрывает нас своей любовью. Пятых, простить грех, значит, утопить в море. Интересное сравнение делает Господь. Михея 7,19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вернешь пучину морскую все грехи наши». То есть, утопить далеко, и нам не надо будет их доставать. Знаете, наша совесть и искушение сатаны часто бывает нападает на нас, и он как бы пытается нам возвращать старые грехи. Мы можем смело его отправить к Михею 7,19. Господь утопил грехи, все. Он потопил их больше. Ищи там, мне не надо их вспоминать, мне не надо ими маяться. Мы это должны понимать. Теперь мы посмотрим на природу прощения. Если грехи, которые были на нас, они так тяжкие, то мы видим, как милостье в Бог. Каждый грех заслуживает смерти, поэтому нуждается именно в прощении. Для Бога любой грех есть грех. Мы должны это помнить. Люди разделили грехи на смертные, ужасные, или на мелкие и не страшные. Вот это проблема сущности человека. Человек грешник, и он искаженный разум имеет, неправильно, неадекватно понимает Бога. Даже некоторые, помните, как-то я пример проводил, люди говорят, да Бог не может наказывать. Наказывает еще и как? В первую очередь, он наказывает своих детей, мы об этом не раз говорили. И он именно за детей своих переживает, и он будет обличать их, и будет их бить, чтобы они были освящены, очищены. И тот, кто думает, что в нем нет греха, Бог обязательно ему покажет его грех. Обязательно. Он любит нас, понимаете? Поэтому он зеркало пред нами ставит. Если мы слепы, он очи откроет. Если мы глухи, он уши нам раскроет, чтобы мы увидели, услышали, уразумели свой грех. Но люди градировать пытаются, а Бог их никогда не градировал. Заметьте, из-за этого, когда люди градируют, они становятся милостивы к себе за любой грех, но абсолютно жестоки к другим за их любой грех. Вот это проблема из-за градации. Но Бог не так судит, мы должны это понять. Самый страшный грех Бог может простить. Представьте себе самый любой страшный грех, а Бог его может простить. Но заметьте, наименьший грех, который мы даже за грех не считаем, может отправить человека в ад. Самый простейший грех. Да подумаешь, ну мысль плохая прошла. Любая, абсолютно. Из-за этого человек может уйти в ад. Понимаете? Бог судит по-другому, не так, как человек. Библия говорит о похоти плоти и о делах плоти. Не попечение плоти не превращайте в похоти, сказано римлянам, Павел говорит. Попечение плоти. Мы можем заботиться о ней, и часто люди, заботясь о плоти, превращают это в похоти. Галатам апостол Павел расписал для нас как бы пример, чтобы мы понимали, что же есть похоть плоти и как она опасна. Дела плоти, 19 стих 5 главой, он говорит. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежний предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Ну да, мы сразу говорим там убийство, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, ой, это страшные грехи, но такой простейший, как бесчинство. То есть, неуважение к брату, неуважение к сестре, неуважение к маме, неуважение к папе, неуважение к ближним своим. Вот поступает человек так, игнорируя ближнего своего. Это бесчинство, это что? Грех. За бесчинство в ад попасть можно? Абсолютно, вы понимаете? Вот самая простейшая вещь. Когда бесчинно относятся к другому человеку, неправильно, неуважают, неправильно относятся к нему, вот и все, это приведет его к погибели. Похоти, неплохие греховны в такой же степени, как и дела плоти. Заметьте, похоти, они внутри, их никто не видит, но они есть, и Бог их знает. Это важно помнить. Нарушение закона осуждается. Притча Соломона, 24 глава, 9 стих. Мы еще раз посмотрим. Помысел глупости грех, и кощунник мерзост для людей. Наименьший грех, также смертен, и нуждается в прощении, как люди говорят, и наибольшие грехи. Нет, у Бога одинаково. Все грехи нуждаются в прощении. Прощение грехов – это царская привилегия вседержителя Бога. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Сказал Иисус Христос, и сказали, когда Христос исцелял больного, стоявший рядом. Кто может прощать, кроме одного Бога? Он может прощать, только Бог. Грех – это безграничное оскорбление Творцу. Никто из ограниченных творений не может рассчитаться за безграничное оскорбление. Вот почему вечный Сын Божий, Сын Бога, Бог, явившийся во плоти, Иисус Христос, чтобы заплатить долг в верующих в Него, пошел на крест. Прощение грехов – исключительная прерогатива одного лишь Господа. Никто не может прощать. Мы можем молиться о прощении только себя, но не о прощении других. Это прерогатива Бога – прощать. У нас нет такого права. Мы можем прощать наших обидчиков, но за Бога мы никого никогда не простим. В Холоссянам 3.13 написано, «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имел жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Как Христос простил вас. Мы прощаем друг друга, но за Бога мы не прощаем. Мы призваны прощать согрешения против нас, но мы не можем простить грехи против Бога. Поэтому каждый должен покаяться лично пред Богом за свои грехи. Бывает, мы встаем и молимся. Вот это неправильно. Мы должны научиться, когда мы молимся, «Господи, прости моих детей». Бог вас не услышит. Почему? А потому что они должны об этом просить прощения. Вы не можете ходатайствовать за другого. Вы можете просить, «Спаси их! Приведи их к покаянию! Дай им веру! Освободи их от грехов!» Понимаете? Но прощение должны они просить за себя. Мы не можем за другого просить прощения. Мы просим только за себя. Это важно. Поэтому непрощающие грехов Бог тоже не простит. Он говорит об этом, что служители по своей сущности не могут прощать грехов. Бог только может прощать. Служители объявляют волю Божию. Мы говорим об этом. Бог прощает во Христе. Ты веришь во Христа? Бог прощает тебя. Ты исповедовал Христу свой грех? Бог прощает тебя. Вот это может сказать служитель. Но служитель не может снять греха с другого человека. Никогда. Это обман, когда приходят к священнику или пытаются ему исповедовать. Это обман. Он ничего сделать не может. Он человек. Он также обложен немощью. Прощение греха это проявление свободной благодати Бога. Вот это очень важная истина. Божьи действия, которые он совершает в мире, например, управление, сотворение миром, это его власть, как вседержителя. Наказание виновных это справедливый суд, как судьи праведного. А прощение грешников это его свободная благодать. Это благодать, которую он являет верующим в Него. Исайя 43, 25. Опять смотрим. Господь говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Основанием спасения не ты. Основание прощения не в тебе. Я это делаю, говорит Бог. Это мое желание. Это моя благодать. Это я тебя прощаю. Господь, прощая, освобождает должника раз и навсегда от греха и воздаяния за Него. Павел пишет Тимофею 1 главой, 15-16 с них. Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он говорит, я первый. Он прям кричит, действительно, мои грехи. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Через Христа окроплен каждый верующий в Него Божьей милостью, заметьте, несправедливостью, милостью, покрытой грехи. Через Христа прощение – это дар суверенной благодати. Мы не можем ничего сделать, чтобы заслужить. Ни наши молитвы, ни наши слезы, ни наши добрые дела не помогут нам приобрести прощение. Почему? Это дар. Вы понимаете? Кто из нас выпросил подарок, например, приходит, вам подарок дают, вы же не платите за подарок, ну ладно, ты вот мне такой хороший дал, я тебе пять тысяч. Это подарок. Поэтому дар не выпрашивается, не вымалится, это подарок Бога, это суленная благодать Бога. Прощение – это действие свободной благодати Божьей, в которой Господь разворачивает знамя любви. Прощение – дар Бога для тех, кого Он прощает. Получаем прощение мы только через кровь Христа. Свободная благодать – это внутренняя побуждающая причина, то есть желание Бога я изглаживаю не потому, что ты хороший, а это делаю я, говорит Бог. Но кровь Христа – это внешняя причина, заслуживающая прощение. Это плата за долги наши, плата за грехи наши. В Ефесянам 1.7 написано, в котором, то есть во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, вина греха безгранична и лишь кровь безграничной ценности могла обеспечить прощение грехов. Прощение греха освобождает от вины и наказания. Исайя 54-я глава, 53-я глава, 4-й, 6-й стих. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу и Господь возложил на Него грехи всех нас. Заметьте, Бог два раза не наказывает за одно преступление. Все наши наказания, все наши грехи на Нем. Человек поверил и Бог ради Христа снимает грех с него. Прощая грех, Бог больше не использует его против нас. Это великая благодать Божия. Заметьте, Евреям 8,12 «Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззакония их не вспомину более». То есть, Бог не забывает их, но Он их не употребит против нас. Он не всканет, «Помнишь, ты, брат Василий, там, пять лет назад согрешил? Ну ты же каялся об этом». Он говорит, «Не, не, не, ты согрешил я тебе». Он не напоминает, вы понимаете? Он прощает, прощая. Когда Бог прощает человека, то его прежнее недовольство прекращается, как через осью сказано, «Гнев мой отвратится от них», говорит Господь. Бог наказывает своих детей за их грехи, но неверующих Он оставляет на озеро огненное. Только дети Божьи страдают и получают воздаяние за свои грехи. Никогда неверующие не будут наказываны здесь. Они получают вечное воздаяние, вечное наказание. Псалом 88, с 32 по 34 стих. Господь давал это слово, уча Давида и его потомство. Он говорит, «Если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Вот в этом и есть благодать. Накажет, воспитает, научит, но милость не отнимет. Грех прощен тогда, когда человек кается. Грех не прощен, когда нет покаяния. Луки 24, 47, «По воскресенье Христос провозгласил и проповедану быть во имя Его Христа покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Раскаяние, сокрушение сердца – это очень важное положение. «И будут на горах, как голуби, долин, все они будут стонать, каждый за свое беззаконие, через языки и любовь говорить». Действительно, он призывает человека к покаянию. И на Луки Евангелие 18 глава 13 стих мы читаем эти чудесные слова, когда в храме молились два человека, вот один из них грешник, страшный, ужасный, мытарь, обманщик, и вот мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И мы видим, что Бог говорит, он пошел оправданным. Почему? Бог его помиловал. Итак, раскаяние – это святое сожаление, это печаль из-за греха, так как он оскорбляет в первую очередь Бога и душу человека. Это очень важно уразуметь. Мы оскорбляем Бога своим грехом и мы, конечно, делаем нечто страшное в очах его. Псалом 50, из 3 по 5 стих. Давид молится, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего. Очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю и грех мой всегда пред мною». Вы помните, блудница пришла в дом, где был Иисус Христос и вот она, обличаемая Духом Божиим, она пришла к тому, что, видя, слыша Слово Божие, стала молиться и каяться. И вот этот момент покаяния, когда фарисей даже начал из себя выходить, гордость, надменность плотская, он, конечно же, не блудник, он же не такой прелюбодей, но он гордяк, он как, я же фарисей, и вот ему стало не по себе, как это так женщина касается Христа, если бы он был пророк, могла бы она так делать? И мы читаем 44 стиха 7 главы, «И обратившись к женщине и сказал Симону, видишь ли ты эту женщину, говорит Иисус, я пришел в дом твой и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла, ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываются тебе, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». Действительно, раскаяние, мы видим, вот она, вторая часть, действительно, для прощения, это исповедание. Богу мы должны исповедоваться, и только Богу, это очень важно, только Бог может простить. Бывает, люди думают, что надо через человека исповедоваться, значит, человек он немощен, мы можем пригласить человека для молитвы совместной, но он нас не может освободить, может пригласить, когда нам нужна помощь, но исповедание идет Богу. Псалом 50, 6, 9, 11, 12 стихи. Давид говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем». 9 стих, «Окропи меня и сопом». Моление. «И буду чист, омой меня, буду белее снега». С 11-го. «Отврати лицо твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои, сердце чистое, сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня». Мы можем пригласить брата или сестру к молитве, но они не могут нам помочь, когда мы будем с ними беседовать, или как люди говорят, давайте друг при другом исповедоваться. Мы друг за друга должны молиться, исповедоваться только Богу. Псалом 31, 5 стих. Здесь опять мы видим молитву Давида, он говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Мытар исповедовал Богу свой грех и получил прощение. Разбойник на кресте, вы помните, он сказал другу своему, который тоже с ним был бандитом, «Мы по заслугам получили воздаяние, мы умираем за свои грехи, а он ничего худого не сделал». И сказал, «Помяни меня, Боже, когда придешь в Саце, то и Христос ему сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». Вот оно, прощение, вот благодать и обращение. Это составляющие покаяния, раскаяния, исповедания и обращения. Это отказ от греха. Согрешили мы, это исповедание. Отвегли от себя чужих богов, это обращение. Это радикальный поворот от греха. Через языки и любовь говорит, «Отвергните себя все грехи ваши». То есть обращение не только отвернуться от греха, но и повернуться к Богу, раскаившись пред Ним и оставивши грех, больше не возвращаться к Нему, больше не грешить, не идти тем старым грешным путем, но жить праведностью пред Богом. Блудный сын, он не только оставил блудниц, не только оставил свиней, не только оставил хозяев, у которых было, что развернулся и пошел к Отцу. Вот это и есть обращение. Исайя 55, 7. «Да ставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Бог много милостив». Итак, покаяние – это условие, а не причина прощения. Покаяние – это условие, которое ставит Бог для прощения. Кровь Христа, Его жертва, Его благодать – вот причина прощения. Бог дает прощение. Бог прощает тяжелейшие грехи. Вы смотрите, через Коринфян апостол Павел поясняет, какое было у них тяжелое положение. Они были на очень тяжелых грехах. В 1-м послании, 6-й главе, с 9-го стиха мы читаем, о чем нам здесь говорит Павел. Он говорит Коринфянам, «Не знаете ли, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют». Они были в ужасных грехах. Но он говорит, «Такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Бог прощает грехи и раз и навсегда. Как написано в Матфея, 18-й главе, 27-м стишком, здесь сказано, «Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему». 10 тысяч талантов, чтобы на наше время перевести, это 12 тонн золота. Кто может заработать за свою жизнь только? Нам наверняка и 100 килограмм-то трудно заработать, да? А тут 12 тонн золота. Вот такую величину грехов прощает Бог. Это символ того, что Бог прощает огромное количество грехов. Исайя, 1 глава, 18-й стих. Мы читаем здесь, Господь говорит, «Тогда придите и рассудим», говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Бог дает благодать через Христа, покрывая все, чтобы те, кто покаются, не погибли и имели спасение. Но кто отвергает Христа, он сам себе подписывает пригород. Бог прощает все абсолютно грехи. Это очень важно. Колоссянам апостол Павел говорит, здесь во 2 главе, 13-м стихом, «И вас, которые были метвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе со Христом простившиеся грехи нам». Псалом 102-й. Здесь мы читаем молитву Давида, когда он говорит о милости Божией, как она велика, как она чудно, прощающая. 3-й и 10-й стихи. «Господь прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам Иисус, защитник наш и ходатай. Каждый верующий имеет прощение только ради Иисуса Христа». И опять же мы обратимся к 1-й Иоанна, 1-я глава, 9-й стих, и 2-я глава, 1-й стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи уверен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника, он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Вера предшествует прощению. Бог ответит прощением на веру, когда человек доверяется Ему, когда человек слушает Бога, когда он не отступается от Него и когда смиряется перед Ним. 10-я глава Деяния апостолов, когда Петр пришел и проповедовал язычникам, то он сказал эти важнейшие слова. 43-й стих. В 10-й главе 43-й стих. «О Нем, о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Только доверившись Христу мы получаем прощение. Прощение же оправдывает и начинает процесс освящения. Если оправдание это вмененная праведность, то освящение это переданная праведность. Оправдание одинаково для всех верующих. То есть мы не будем более праведны перед Богом никто. Мы каждый оправдан Христом и это один уровень. Но освящение имеет разную градацию. Один более освящен, другой менее освящен. Освящение это работа Божьего Слова, Духа Святого через Слово в нашей жизни, чтобы уподобить нас Христу, чтобы мы были подобны Ему и в поведении, и в поступках, и в делах. Которую Он приготовляет для Своей славы. 43 глава Исаия 21 стих. Этот народ, говорит Господь, и образовал для себя, Он будет возвещать славу мою. Если мы не освящены, мы славы Божьей не сможем возвещать. Поэтому Он освящает нас. И, конечно, прощенного Бог зовет праведным. Во Христе мы обликаемся в праведность Его. 2 Коринфянам 5, 21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Прощенные продолжают молиться о прощении. Мы не один раз получили прощение. Это постоянно в всю жизнь. Прости нам грехи наши. После прощения, заметьте, грех восстает снова. Да-да, не обманывайтесь. Очень многие обманулись. Думал, я помолился, получил прощение, все, ликую. А завтра он раз опять во всеоружии. Да что ты будешь делать? До тех пор, пока мы не перейдем в вечность, будет эта борьба. До последнего вздоха нашей здесь на земле мы будем бороться с грехом. Полное прощение будет только в день, когда Господь Иисус Христос заберет нас в небеса, когда Он придет и когда Он здесь восстановит, восставит все и создаст новую небо и новую землю. Эфесянам 5, 27 Павел объясняет, чтобы представить себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святой и порочной. И этот процесс произойдет в момент второго происшествия. Там произойдет полное избавление. Давайте мы применим эти истины в нашей жизни. Итак, учение религии и дел, что человек может сам удовлетворить Бога делами или снятием греха священникам, ворует славу у Господа, ворует славу у Христа, ворует спасение у души. Мы лично за себя должны просить у Бога прощения. За других мы никогда не сможем попросить. И Бог нас слушать не будет за другого. Понимаете? Потому что он лично должен попросить. Да, мы оскорбили человека. Представьте себе, кто-то другой за него приходит вас попросить прощения. Не, ну он оскорбил, он пусть и просит прощения. Понимаете? Так и перед Богом каждый лично должен просить прощения. Бог справедлив, когда наказывает нас за грехи наши. Мы ничего не имеем своего, кроме грехов, сказал Августин. Мы пожинаем то, что мы посеяли. Мы виновны в огромном количестве грехов. Все согрешились и славы Божьи лишены, говорит Писание. Иисус проявляет нам милость, прощая наши грехи. Чадо, прощаются грехи твои тебе. Это больше всякого исцеления. Стрела виновности, поразившая совесть, вырывается с помощью прощения. Бегите ко Христу. Кровь Иисуса Христа обмывает всякий грех. Покайтесь в грехе своем. Взывайте к нему и просите, чтобы Бог помиловал. И теперь мы видим четвертый шаг для прощения. Условия, чтобы прощение долго было нам вменено. Без этого нам не будет вменено прощение. Как и мы прощаем должникам нашим. Мы подражаем Богу в прощении грехов своих обидчиков. Плоть и кровь не хочет прощать. Однозначно. Никогда не надейтесь, что ваша плоть и кровь захочет простить виновного. Она хочет получить прощение, но прощать сама не готова. Мы призваны духом умертвить плоть и победить грех. И молиться, и искать у Бога помощи, чтобы совершить так, как Он говорит, прощение, которое мы хотим иметь в жизни своей. Марка 11, 25. Христос учит. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Колоссяна мы читали, и еще раз вспомним этот 3, 13, он говорит здесь об этом прощении, он говорит, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Когда мы прощаем других? Когда побеждаем желание мести. Не желаем плохого своим врагам, а только добра и мира. Благословляем их и ищем примирение с ними. В любом случае оказываем им помощь. Это евангельское прощение. Притчи 19, 11. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Тот, кто причинил вам зло, он обидел человека. Но если мы его не прощаем, мы обижаем Господа. Вот это та тенденция, та проблема, которая есть в жизни людей. Итак, мы хотим прощения. Бог повелевает нам быть прощающим. Месть – это грех. К сожалению, он очень похож на то, что делает дьявол. Месть – это работа дьявольских сил. Пример. Помните такой, когда рыцарь решил убить своего врага? И вот он приходит к священнику и говорит, благослови меня. И священник ему говорит, хорошо, но мы должны помолиться, молитва очень наша. Начали молиться, дошли до слов и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Он остановился, он не стал молиться. Священник говорит, я не могу тебя благословить. Долго стоял, борьба шла в сердце. И когда он все-таки выдавил из себя, Господи, прости мне, как и я прощаю должнику, священник говорит, хорошо, теперь я могу тебя благословить. Он говорит, не надо, почему? А я его простил. Вы понимаете, это очень важно. Бог прощает прощающих и не прощает непрощающим. Это важно разуметь. Прощение мы подражаем Богу. 85-й псалом. Здесь мы читаем в 5-м стихе. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Умение прощать свидетельствует о благодати, действующей в нас. Только тогда, когда мы прощаем, мы можем засвидетельствовать, что действительно, реально в нашей жизни действует благодать. 34-й псалом, 12-й, 13-й стих. «Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей». Но Давид говорит, «А я во времена болезни их одевался в вретище». То есть он постился за них. «Я изнурял постом душу мою. Молитва моя возвращалась в недра мою». То есть он боролся за них. Он поддерживал. Благословенный пример Христа для нас самый главный. Враги поносят его, а он жалел их. Он на кресте распятый, обнаженный, униженный, оплеванный. Их слова были горчи, желчи и уксуса, а его слова были мягче елея. Они плевали в него, пронзили его копьем, гвоздями, а он, вися на кресте, молится о них, и о нас с вами. Отче, прости им! Вот главный пример. Сын Божий рыдал о своих врагах, проливал слезы о тех, кто проливал его кровь. Иисус призывает и нас учиться у него прощать. Безжалостный дух непрощения очень опасен. Вздительный дух отравляет наши сердца. Наше участие в вечере Господней станет для нас грехом, если наше сердце не исполнено милосердия. Иуда к Пасхе приступил, имея злобу в сердце. И после того, на мещере, когда он участвовал с таким сердцем, написано, что произошло нечто страшное в его жизни. Евангелие от Иоанна 13, 27. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Это опасное состояние. Бог обещает свою милость с условием. Если мы простим, то и Он простит нас. Он ясно об этом сказал в Матфея 6, 15. Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Он подчеркнул Якова 2, 13. Суд без милости, не оказавшему милости, но милость превозносится над судом. Мы хотим воздаяния, а Бог учит нас главному. Не наша эта сторона, не наше право воздаяния, потому что мы тоже грешники. Он тут нам может воздать и сделать правильно. Римлянам 12, 20, 21. Он говорит, и так, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, да напои его. Ибо делаясь ее, ты соберешь ему на голову горящего голия. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Прощение других свидетельство того, что Бог нас простил. Если мы прощаем других, это как раз свидетельство нам, что и мы прощены. Евангелие Иоанна 6, 14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Христианин, помни, какую великую гору грехов Бог простил тебе во Христе. Наши грехи бесчисленны и отвратительны пред лицом Божиим. И если Бог нам прощает, то и мы должны прощать. Как прощать? От всего сердца. Полностью. Не взыскивая, не пытаясь воздаяние получить. Отдавая все это для славы Божьей. Ремя 31, 34. Господь говорит, и уже не будут учить друг друга, брат брата, говоря, познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомяну. Матфея 18, 35. И здесь мы встречаем опять слова Христа. Он говорит, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Полностью простить. Мы молимся. Он прощает все беззакония твои. Сказано в Псалме 102. Он прощает все. Хотели бы вы, чтобы Бог вам простил часть, а часть не простил. Нет, мы хотим все, чтобы были прощены. Он говорит, тогда и ты прощай все. Мы говорим, Господи, вот это можно оставить, тогда я тебе вот это оставлю. Понимаете? Это взаимосвязующая вещь. Поэтому Бог прощает нас часто, о чем мы должны особенно подчеркнуть. 18 глава Матфея 21-22 стих. Петр приступил ко Христу и сказал, Господи, да сколько же раз прощать брату-то моему, согрешающему против меня, может до семи раз? Ну, семь раз я ему прощу, но на восьмой я ему врежу. Точно. Так мы хотим, так люди хотят. Но Иисус говорит ему, не говорю до семи раз, но до седмижды семидесяти раз, то есть четыреста девяносто раз. Ну, люди даже некоторые пытаются подсчитать. Он не сказал, что конкретное число. Он показал, что это должно быть много, потому что вы хотите получить прощение. Бог нас прощает часто. Итак, мы с вами разобрали молитву нашего Господа Иисуса Христа, рассуждали над словом, и Он нас призывает получить прощение. Прости нам долги наши, пусть это будет наша молитва. Мы имеем долг, мы его принесем сейчас Господу. Мы имеем грехи, мы должны их принести Господу. Есть у нас сопротивление против Бога, мы должны это принести Господу. Мы молимся прости долги наши, мы ходатайся, мы исповедуем, мы открываем свое сердце, и, конечно же, Он нам как показывает, вы будете прощены, если вы прощаете. Давайте мы применим эти истины в жизни. Задумайтесь, сколько Бог вам простил грехов. И пусть это будет как раз отправная точка, чтобы вы могли простить всего того, кто вам сделал боль, кто вам причинил беду. Чтобы научиться прощать, надо видеть во всем, что с нами происходит, Божью руку. Это Бог допустил в нашей жизни. Семей ругал и проклинал Давида. Но царь Давид смотрел выше семей. Он говорит, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь победил ему. Вы понимаете, он видит руку Божию. Мы обычно людей видим, видим обстоятельства, а он показывает на большее. Христос смотрел не на толпу и римских воинах, убивавших его, но он видел руку Отца Небесного и на него полагался. Вот так должны мы поступать. Молите Бога умножить в вас веру. Только по вере мы можем прощать. Верьте, что Бог вас простил, и тогда вы будете прощать. Подумайте, сколько вы грешили против других. И самого Бога тем более. И это похоронит все ваши обиды. Смиряйтесь перед Богом. Гордость – грех дьявола. Гордое сердце не смиряется и не прощает. Но Библия нас призывает «Облекитесь смиренно мудрием». Смиренная душа предоставляет ответить за все нанесенные оскорбления Богу, который сказал «Мне отмщение». И, конечно же, Бог утешает прощающего. Он его особенно благословляет, потому что мы уподавливаемся Иисусу Христу. Господь простит тех, которые прощают других. У вас есть хороший аргумент, чтобы просить у Господа прощения. «Молитесь, вот я готов простить того, кто не принес удовлетворения за нанесенные оскорбления. Так неужели ты, Господь, не простишь меня, получив удовлетворение во Христе, моем поручителе, который страдал для моего прощения?» Бог вас обязательно благословит и простит. Пусть Бог нас благословит, будем молиться и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok